В пятницу вечером на 9-м километре автодороги Иваново-Ярославль неподалеку от деревни Буньково столкнулись грузовая «Газель» с нижегородскими номерами и «Лада» 15-й модели. Автомобиль «Газель» с нижегородскими номерами передвигался в сторону Иваново. Соответственно, автомобиль «ВАЗ» двигался от Иваново по направлению Комсомольского. По предположительной версии ДТП произошло по причине выезда на встречную полосу водителя автомобиля «ВАЗ» и в результате столкновения его на встречной полосе с «Газелью». Эта авария унесла сразу пять жизней. В результате столкновения оба водителя, а также трое пассажиров пятнашки, мужчина, молодая женщина и четырехлетний мальчик погибли на месте. Ребенок перевозился, будучи не пристегнутым, не ремнями безопасности, не детским держащим устройством. По предположительной версии спал на руках у женщины, которая также погибла. Почему же водитель легковушки направил свое авто прямо под колеса встречного грузовика? Ответ на этот вопрос сейчас ищут следователи. Из фактов только то, что этот участок трассы не освещается. Дорога неровная. В тот вечер дорожное покрытие было скользким. На этом участке установлены предупреждающие знаки. О том, что обгон запрещен и рекомендованная скорость 60 км в час. Известно, водитель легкового авто нарушил оба эти запрета. Свидетели говорят о том, что скорость 15-й модели «Жигули» перед вплакновением была значительная. Не знаю, в правом выражении. Мы склонны думать, что здесь, конечно, все в совокупности. Это и дорожные условия. Все-таки получается, что сейчас заморозки ночные. То есть, минимальная влага, которая есть на проезжей части, она подмерзает. Но русские автомобили тоже не силены в своей управленности. Только на прошлой неделе начальник областного ГИБДД и чиновники обсуждали высокий уровень аварийности. И вот кровавый список жертв ДТП пополнился еще пятью именами. Неизвестно, что поможет исправить статистику – дорогостоящая региональная программа или повышение штрафов. Но что-то делать определенно надо. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иванова.